слава богу приветствовать дорогие друзья с любовью к вам владимир дзюба пусть господь благословит каждого знаете большую радость испытываешь когда ты знаешь кто-то соприкоснется с этими словами кто-то с дружеским сердцем кто-то наоборот сердцем наполнил кота не негодование но дело такое не у всех наше служение она вызывает радость и благодарность у кого-то вызывает раздражение но мы всегда ориентируемся на то что бог вкладывает в наше сердце как апостол павел и двери открыты но противников много поэтому слава господу и благодарю бога за то что бог все равно дает дерзновение мудрость и способность служить аминь поэтому благословляю всех поэтому испытывают эту радость от того что у меня есть возможность знаете как сказать эти очень приятные слова пусть господь благословит каждого пусть господь благословит каждого знаете когда я повторяйте слова я вижу во первых глубокий смысл и второе то что я вижу действие этих слов потому что каждый из нас мы всегда в чем-то нуждаемся в каждом дне временами может стал утром не стойной и кто-то пожелать тебе благословение и ты понимаешь день как-то наладился а можно возможно кто-то сегодня переживать тяжелый момент своей жизни сложный момент своей жизни и слова благословение не просто какая-то информация которая наоборот еще знаете когда боли добавит печали к печали от благословения не наоборот принесут ободрение не принесут радость поэтому пусть бог благословит каждого из вас и знаете и вы не уставайте делать и вы не уставайте благословлять тех людей кто приходит на ваш на ваш на ваш путь пусть эта способность она будет в сердце каждого из вас но сегодня хочу поговорить на одну такую тему знаете очень часто я за собой замечаю наверное из-за того что много в жизни суеты много в жизни разных таких вызовов проблем и мысленно находишься очень как бы приземленно мысленно вы сейчас поймете чем я говорю когда буду говорить дальше приземленно нацелено на то что вот решать 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 какие-то жизненные проблемы уже решать какие-то жизни на то вызову 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 и ты смотришь потом обращаешь внимание так и жизнь она проходит но я верю что для нас у бога есть немножко больше и вот есть в жизни каждого нас момент когда вот эти слова они становятся для нас актуальны всегда вот я сам замечаю как только где-то морально мысленно приземлю приземляешься все вокруг каких-то земных целей вокруг земных проблем все крутится но есть момент когда ты слышишь подымись откровение 4 глава первый стих потом я посмотрел видеть перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос напоминающий звук трубы который говорил со мной голос сказал мне подними сюда и я покажу тебе что произойдет потом знаете эти слова не были адресованы и она богослову бог ему говорит подымись он увидел открытую дверь я верю что и сегодня дверь к нашему господу она открыта в духе она открыта и точно так же сегодня бог и желает чтобы и мы поднимались на тот уровень в духе оторвали знаете как на какое-то время на какое-то время оторвались от земных проблем от того что погружен наш разум я знаю что большинство сегодня может где-то мы одинаково находимся в своем размышлении ситуации жизненных с которой нам приходится каждый пришлось каждому из нас стал стал столкнуться но у бога есть дальше у бога есть будущее которое он хочет показать знаете не всем это доступно но я верю для людей веры это то благословение которое бог имеет сегодня для каждого из нас подымись подымись многие люди не в состоянии подняться на эту духовную высоту поэтому почему церкви почему общение она наполнена с клоками какими-то сплетнями еще чем-то по одной только причине не все мы можем понимать то что кому-то бог показал вещи которые касаются будущего потому что будущее оно разное я не могу сказать что вот то что бог открывает и то что бог нам дает понимание будущее оно всегда такое иллюзорное оно всегда такое какое-то сладость оно всегда приятное для души нет не всегда это будущее приятно для души но временами то что бог нам дает видеть Это то, что поможет нам сориентировать нашу жизнь Вот почему есть необходимость подняться Некоторые боятся подниматься выше почему в духе Потому что с этим связано еще один такой вызов Это как искушение или испытание, которое начинает приходить в жизнь Знаете, я возьму такой пример с Иисусом Когда дьявол поднял на свои высоты Иисуса Помните момент его искушения Это было связано с определенными вызовами Некоторые страшатся это Некоторые уже через это перешагнули почему-то Потому что понимая, что преодолевая турбулентность Потому что в духе есть тоже такая турбулентность Когда тебя начинает трясти, как в самолете Те, кто летали самолетом и попадали в зону турбулентности Не особо приятное такое переживание Но то, что пилот делает, он поднимается выше Поднимается выше для того, чтобы пройти над этой зоной Вот точно так же и в нашей жизни Когда приходит зона турбулентности Поднимайся еще выше Потому что у Бога есть то, что Он желает сегодня нам показать То, что Он нам желает нам показать Временами мы ограничены из-за того, что мы не посвящаем это время Для того, чтобы подняться выше Допустим, даже взять эти молитвы Тоже эти ролики, которые записываются Они записываются для ободрения поддержки тех, кто сегодня бодрствует в молитве И те, кто сегодня стоят, молятся за те нужды, которые Бог сегодня нам открывает И вот мой момент, когда приходит Я понимаю, что в этот момент есть необходимость Знаете, как остановиться В плоскости мышления Сегодняшней ситуации, сегодняшних проблем А подняться выше Быть открытым для Бога Чтобы Бог мог показать дальше Потому что для меня это всегда является таким хорошим ободрением Как я уже сказал вначале Не всегда это приятно Но даже то, что неприятно показывается В этом все равно ты находишь утешение Во-первых, понимая то, что до этого времени ты дойдешь Потому что есть сложные моменты Когда тяжелые моменты с разными ситуациями Насколько твои духовные глаза, они привязаны к земле И тебе кажется, что это конец Вот это то, что пришло, это уже на самом деле конец Но когда ты поднимаешь свои глаза Когда ты поднимаешься Ты понимаешь, что Бог что-то показывает намного дальше Наперед В какой-то момент твоей жизни И ты понимаешь, что это даже сложно Через сложность, которую тебе придется пройти Но тем не менее, это является ободрением Значит, стоп, это не конец Значит, я еще дальше дойду Я еще дальше пойду Временами Я общаюсь с верующими людьми Я замечаю, что Бог некоторым открыл какое-то время Вот показал им какое-то будущее время В котором им необходимо будет находиться И то, что они делают Они к этому К этим событиям, которые должны быть Они связаны с служением, с жизнью Еще какие-то ситуации В которых они будут задействованы Они к этому идут Поэтому, дорогой Дверь открыта в духе Подними сегодня выше Подними сегодня в мыслях выше Для того, чтобы Бог мог показать Что-то Что находится в будущем Бог не во времени Это мы во времени А Бог не во времени находится И Он обладает всем знанием Он обладает всем пониманием И то, что Он в это время Желает с нами Как своими детьми Делиться для того, чтобы мы могли Для нас это Таким образом нам послужить И чтобы мы точно так же могли С кем-то поделиться Чтобы мы могли послужить Поэтому пусть Господь был нас ловит Жизнь идет И Бог дышит Аминь Субтитры создавал DimaTorzok